Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и буквально через минуту мы начнем прямой эфир, как только все присоединятся. И сегодня, как вы видите, у нас весьма экстравагантная тема. Решила поразмышлять сегодня на тему, как насладиться своими страданиями. И сразу же скажу, что вообще мои эфиры для меня, для самой крайне интересны, именно потому, что я заранее ничего не готовлю. У нас происходит с вами прямо в прямом эфире некие мои размышления на данную тему и попытка, наверное, помочь вам разобраться с тем, что происходит у вас, помочь мне самой осознать тем, что происходит с вами, поскольку я работаю с большим количеством людей, даже скажу так, с сотнями людей ежемесячно. Я веду марафон Рерайтер Жизни, на который приходит огромное количество людей, я надеюсь, будет приходить еще больше, для того, чтобы познакомиться с самим собой, разобрать такое понятие, как осознанность, и начать понимать, что с тобой происходит, найти причинно-следственную связь и научиться управлять своей реальностью. И чем глубже я копаю эту тему, поверьте, я ее копаю уже достаточно долго в ежедневном формате и глубоко, тем более интересные вещи становятся, как бы выходят наружу, и тем больше мне хочется этим с вами поделиться. Если у вас в режиме эфира будут появляться интересные вопросы, пожалуйста, делитесь ими. Сразу же попрошу людей, которые просто заходят сюда в гости, как бы не отвлекать меня, можете нарваться на какое-нибудь резкое любовное словечко, не обижайтесь потом, потому что, когда я сконцентрирована на своем деле, да, в общем-то, всегда я сконцентрирована на своем деле, может быть жестенько. В бокале у меня пепси кол, сегодня я решила разнообразить бокал такой для шампанского, пепси черри, друзья. Я практически уже как амбассадор пепси, как говорится, меньше пить этой гадости, но тем не менее, если уж выбирать между тем, что конкретно пить, то уже лучше буду пить это. Итак, немножечко дала вам время на то, чтобы вы собрались, давайте начнем и приступим к теме. Как насладиться с твоими страданиями? Почему вообще такая тема? Откуда опять, Оля, откуда такие странные темы? Дело в том, что как человек, который работает и разбирает тему того, каким образом наши мысли оказывают влияние на нашу реальность, я вам буквально краткий экскурс, наши мысли имеют некую определенную энергетическую вибрацию. И по сути, не всегда важно, что именно мы думаем, куда важнее, какой эмоцией мы эту мысль сопровождаем. То есть, если мы, например, думаем о деньгах, как о страдании, например, мы думаем, о господи, мне нужны деньги, у меня как дорого все стоит, мне нужно за что-то заплатить, мне не платят зарплату, или мы приходим в магазин что-то покупать и страдальчески отдаем эти деньги, потому что и так их не хватает, или у вас вытащил кто-то еще деньги. В общем-то, если с моментом деньги у вас связано страдание, и вы все время о них думаете, вы говорите, я же все время о них думаю, я же их должен, по идее, притянуть, но если ваша эмоция – это страдание, то ваше подсознание воспринимает именно эмоциональную, создает вибрацию страдание, боль, и связывает это с картинкой, которая находится у вас здесь, вы визуализируете это деньги. И наше подсознание устроено таким удивительным, прекрасным образом, что оно нас старается оградить от всего того, что вызывает у нас страдания, и поэтому оно ограждает нас от денег. Если вы, наоборот, с деньгами, вы любите деньги, вы, покупая, все время радуете, что у вас есть деньги, вы получаете зарплату, радуетесь деньгам, вы находите 10 копеек и тоже им радуетесь, и у вас, в общем-то, на деньги стоит такое радость и удовольствие, вы все время, когда думаете о деньгах, вы кайфуете, потому что, представляете, как много классных возможностей они вам дадут, в этом случае вы излучаете вибрацию радости, удовольствия. И у нас мы устроены таким образом с вами, наша реальность квантовая устроена таким образом, что то, что мы излучаем, то мы и притягиваем. А поскольку, если бы мы рассмотрели с вами нас с позиции квантовой реальности, то мы бы увидели, что в мире, вы же знаете, что мы все состоим из молекул, атомов, и ничего по сути нету другого, что в мире все есть энергия, и мы с этой энергией, как плюсики и минусики, притягиваем к себе подобное. Так вот, к чему же такая тирадая лекция? И исходя из этого, я постоянно говорю вам о том, что очень важно контролировать свои эмоции, потому что, когда мы думаем о чем-то негативном, когда мы переживаем что-то, когда мы зацикливаемся на негативе, мы этот негатив в свою жизнь притягиваем. Но естественным образом люди начали мне задавать вопросы. Так что же ты тогда, Оля, предлагаешь? Ты предлагаешь перестать чувствовать, стать роботами, выработать в себе механическую возможность, способность испытывать те эмоции, которые нужно, запрограммировать себя на то, что я испытываю только радость. А что делать, если я увидел, как убили собаку? Или я увидел, как собаку переехала машина, и она лежит. Что делать, если кто-то из моих близких стерто-стерто заболел? Что делать, если сейчас я переживаю личную душевную травму, и я ничего не могу с собой поделать? В нашей жизни так или иначе складываются какие-то обстоятельства, в которых у нас есть наши эмоции и наша боль. Я обожаю людей, которые пишут замечательные комментарии. Ты говорила, что у тебя отец алкоголик. Я лично веду образ жизни благодаря материалам академика. Здорово, мой папа уже умер. Вот, у него лучше дела, чем у вас. Вы еще терпите, а он уже наслаждается. Вот, так что ваша реклама удалась. Итак, давайте вернемся к теме, что же делать. И я сегодня хочу рассказать вам об эмоциях, которые мы переживаем, и на самом деле об их степени важности и нужности. Потому что речь идет на самом деле о двух категориях эмоций. Очень многие люди настолько активно, я сегодня буду называть это эмоции страданий. Давайте, чтобы было понятно. Очень многие люди испытывают эмоции страдания, и не просто их испытывают, а живут в этих эмоциях. То есть, если представить, например, что есть вот я, и есть эмоция, которая там выглядит, ну давайте, вот эта эмоция, да, мой браслетик с рерайтером жизни, это эмоция, эмоция страдания. И вот если представить себе меня эмоцию страдания, то мы в масштабе выглядим вот так. Когда ко мне попадает эмоция страдания, я ее прорабатываю, расскажу вам, каким образом, и отпускаем. Но для многих людей ситуация, их жизнь выглядит совсем по-другому. Я вот в таком объеме, это есть страдание, а человек есть вот таким браслетом. И человек купается в этом страдании, превращая свою жизнь в нее. Сейчас будем это с вами разбирать, о чем же тут идет речь. Дело в том, что вообще человек проживает свой жизненный путь, да, определенный. И мы приходим в мир наверняка, я уже неоднократно говорила, не для того, чтобы купить дорогую машину, да, и сделать ремонт в квартире, или получить высшее образование и съездить в Диснейленд. Мы приходим пережить некий свой внутренний опыт. Внутренний опыт. Мы с вами слышали о таких прекрасных словах, как эволюция, мы с вами наблюдаем за тем, как ни крути, как меняется человечество, меняется человек, и мы приходим в этот мир, чтобы получить некий внутренний опыт. Но скажите, пожалуйста, можем ли мы получить внутренний опыт, не переживая определенные ситуации? Что вообще нами двигает? Что нас меняет? Если вы вернетесь хотя бы на несколько лет назад, то вы обнаружите, что ваши жизненные изменения, как человека, когда вы можете сказать, о боже, как я раньше думал, или как я раньше выглядел, это тоже сюда же относится, вы понимаете, что вы менялись благодаря тому, что с вами происходит. Болезни, желание что-то иметь, разводы, все негативные ситуации меняли вас. Согласны со мной? Любая ситуация, которая с вами происходила, которая заставляла вас двигаться, меняла вас. Если бы вы не переживали этого, мы с вами не проживали этого, мы бы не менялись. У меня, например, вся моя жизнь, по сути, состоит из вот таких вот движений. То есть, какие-то ситуации, которые я воспринимала, как кризисные, благодаря им я двигалась. Когда я стояла со своим мужем на грани банкротства, и только благодаря тому, что мы потеряли все эти деньги, которые он имел, для меня было колоссальнейшим стимулом вырасти и превратиться в человека, который в состоянии создавать деньги. А когда я начала думать, как создавать деньги, я начала задумываться о пользе, которую я могу принести миру. А когда я начала задумываться о пользе, которую я принесу миру, я начала поиски, начала себя искать. И проходила, и прохожу огромный путь. Именно благодаря каким-то точкам, в которые я попадала, они заставляли меня совершенно по-другому относиться к себе, к жизни и искать пути. И да, мы можем смело утверждать, что проблемы, какие-то такие кризисные точки являются нашими точками роста. Но очень многие люди начинают смотреть на эти точки роста как на оправдание для того, что человек, для оправдания своего, назовем это, неразвития. Мы очень часто говорим, а, ну проблема это нормально, Ермилова сказала, что это точки роста, значит я буду страдать в проблемах. Я вам могу сказать такую штуку, что к проблеме нужно относиться как к вышке в бассейне. Вы должны понимать, что вы долго стоять там не можете. Проблема это вышка, на которую вы встали, оттолкнулись и дальше полетели. Не то чтобы вниз, а полетели выполнять свое мастерство. Большинство людей на этой вышке цепляются всеми руками и ногами, вы знаете, как в бокал попадает какая-то там конфетка и купаются в этом, наслаждаясь собственными страданиями. К чему я вам это все говорю? К тому, что когда в вашей жизни происходит какая-то ситуация, очень важно прежде всего научиться, если вы уже работаете с осознанностью, я на это надеюсь, научиться фильтровать уровень и масштаб этой проблемы. Если вы понимаете, что вы только что разозлились из-за того, что какой-то человек сделал не так, как вы хотели, когда вы встали в позицию жертвы, когда позиция жертвы – это когда я хочу, чтобы люди поступали по одному, они поступают по другому, ах, они твари бесчеловечные. Если вы себя словили на этом, это не есть проблема. Это просто означает, что вы себя словили на позиции жертвы. Вы это должны проанализировать и пойти дальше, максимум потратить на это вечер и идти дальше. Но если в вашей жизни случился развод, случилась какая-то ситуация, которую вам тяжело пережить, какое-то предательство, какая-то потеря чего-то важного в вашей жизни, это может быть дружба, это может быть что-то материальное, вы понимаете, что вам сложно это дается, для вас это сложно в этот момент, и вы думаете, ну мне же нельзя излучать такие вибрации, потому что я притяну это в свою жизнь еще больше, но я не могу их не излучать, потому что я живой человек. Вот именно в такие моменты важно остановиться и сказать себе, я живой человек, и я хочу это сейчас прожить. Прожить не просто так, не для страдания, а прожить для того, чтобы получить этот внутренний опыт, который позволит мне перейти на мой новый уровень. Я хочу физически ощутить, что я умею чувствовать, что, например, ситуация с партнером, у меня ранимая душа, что, оказывается, я уже не помнил, что я умею любить, уже это все так сотерлось, а тут я чувствую, что у меня ранимая душа, я чувствую каждую клеточку свою, я чувствую, как у меня, у меня даже сейчас, я чувствую, как по мне бегут мурашки, я чувствую, понимаю это, я чувствую, как это вызывает во мне новые мысли, я начинаю осознавать несовершенство своих отношений, я понимаю, как мало я уделяла тому внимания и времени, и как я ставила эти отношения на третью роль, поэтому и произошла та ситуация, которая произошла. Я не буду жертвой оценивать, как он мог, она могла, я могла, это не важно. Я хочу это прожить и получить этот опыт, я хочу стать лучше, я хочу побыть в этом состоянии для того, чтобы оно изменило меня, для того, чтобы я сделал выводы, и я даю себе для этого достаточно времени, например, неделю. Мы, очень многие люди, считают, что страдание – это такая форма, из которого нельзя выйти самостоятельно, в котором нужно находиться годами. Нет. Если вы позволите себе осознанно неделю пострадать, а в некоторых случаях, если это какая-то история с собакой, например, ну что-то такое, знаете, то, что как бы напрямую к вашей жизни не имеет отношения, но вас это тронуло, это может быть день или вечер, но вы осознанно пропускаете это через себя, вы понимаете, что эта история вас изменила. У каждого из нас с вами есть такие истории, которые нас поменяли. Иногда это бывают очень серьезные истории, когда мы их рассказываем, люди говорят, да, я понимаю, а иногда нет. Иногда другим людям сложно понять, почему смерть твоей собаки так на тебя повлияла, почему ты помнишь это до сих пор, как твоя собака могла быть для тебя на уровне с твоим ребенком. Есть такие вещи, которые непонятны кому-то, но они понятны тебе. И в такие моменты нужно понимать, что это же потрясающе, что ты можешь быть таким человеком. Как пережить смерть мамы? Вы знаете, я, к счастью, не могу вам сказать, ответить на этот вопрос. Здесь скорее нужно задавать, ну, разбирать историю того, что когда ты ребенок, я не знаю, как этого пережить. И очень надеюсь, что мало кто знает, как это сделать. Это, наверное, просто переживают, это скорее вопрос к тем, кто это пережил. Не дай Бог. Но когда ты взрослый, ты к своему сожалению или счастью, или чему-то, ты понимаешь, что этот процесс неизбежный. Это неизбежный процесс. Когда у тебя появляются свои дети, ведь заметьте, как биология интересно устроена. Мы становимся с вами старше, и время, и когда мы можем уже проводить время без родителей, мы можем не звонить им неделю или месяц, мы уже можем без них жить. У нас появляются собственные дети, собственная семья. То есть, естественно, что мама – это всегда святой и близкий человек, но тем не менее, жизнь нас готовит. Это органический процесс. И я вам скажу больше, что вот я уже говорила, что я за последний месяц я узнала о смерти двух людей, которых я знала, и которые по-своему для меня являются дорогими молодых и молодых людей. И я понимаю, что уже сейчас то, как я смотрю на жизнь, я понимаю, что смерть – это переход в другое состояние. Но я не хочу сейчас об этом как бы говорить, но к этому процессу тоже нужно относиться нормально. И именно поэтому я говорю вам, что пока мы живы, мы обязаны получать этот внутренний опыт. Это важно. Через внутренний опыт мы развиваемся. Но поскольку мы живем в материальном мире, внутренний опыт мы получаем тогда, когда мы что-то даем миру, делаем, когда мы реализуем свой потенциал, когда мы находим. Мы должны жить, мы должны находить себя, мы должны искать ответы на важные вопросы, мы должны проживать счастливую жизнь, а не деградировать. Я считаю, что человек, который мало зарабатывает, это человек, который деградирует, это человек, который не использует сумасшедшие возможности современного мира, человек, который все время жалуется, болеет. Это не отсюда. Так вот, давайте вернемся к теме. Тема называется «Как насладиться своими страданиями». Я хочу вам показать, что страдания, мы обычно говорим, наслаждается страданиями, когда человек себя сжирает, когда он сидит, простите за мою любимую метафору, вонючей заднице и наслаждается этим. Это явно выраженная позиция жертвы. Он сидит, обмазывает себя говном и вокруг всех обвиняет в том, что, значит, все виноваты в том, что он обмазывает себя говном, при этом провоцируя других бросить в него говно, чтобы он почувствовал, что он таки прав. Действительно, весь мир злой и против него. Мне совершенно неясна эта жизненная позиция абсолютно, она для меня чужда, но тем не менее, я понимаю, что люди любят эту позицию. И я вас прошу, чтобы вы осознавали очень простую вещь, что если вы нуждаетесь в том, чтобы вас пнули, есть такой в психологии термин, пни меня, если вы нуждаетесь в том, чтобы вас пнули, если вы видите, что вы регулярно провоцируете какие-то события и ситуации, чтобы почувствовать, что мир к вам несправедлив, что другие вас не любят, не уважают, не ценят, если у вас вообще есть мысли о том, что вас кто-то должен любить, ценить и уважать, и ах, они такие неблагодарные, этого не делают, и поэтому, вот это вообще классная штука, и поэтому у меня нет желания развиваться, нет силы, нет мотивации, это, конечно, клиника. Это клиника. И вылечить себя вы можете только сами, задав себе вопрос, а мне нравится в такой позиции быть, что меня в ней прельщает. Но если вы понимаете, что вам это не нравится, если вы понимаете, что вы человек, который больше относится к хозяевам жизни, но тем не менее испытывает различные эмоции и чувства, вот мы сейчас с этим и разбираемся. Так вот, возвращаясь к теме, как насладиться своими страданиями, важно понять, что если вы нормальный человек, работающий над собой, но периодически переживающий из-за каких-то ситуаций, которые происходят с вами или с близкими, и не совсем понимающий, как это можно вырезать эмоционально, себя закрыть от этого, да, и сказать, я не буду этой боли ощущать, потому что она притянет ко мне другую боль, значит, я буду счастлив. И 30 раз повторить себя, я счастлив, я счастлив, я счастлив, я счастлив, ну, как вы понимаете, не всегда это уместно, то здесь важно понять, что своим страданиям как раз нужно насладиться. Насладиться не то, чтобы вот в той позиции, да, я жертва, а насладиться в том, чтобы понять, что я способен испытать это, я способен к состраданию, я способен это пережить, и мне нужно это пережить. я живой. Очень часто бывает такое состояние, что люди перестают чувствовать себя живыми. Мы настолько превращаемся в таких роботов, которые все время бегут, делают, да, то есть не могут выпасть из какого-то состояния. Вот заметьте, часто очень актеры, артисты рассказывают такую историю, очень у многих я слышала, что перед выходом на сцену я узнал там о смерти близкого человека, но у меня был запланирован концерт или спектакль, я вышел, я его отработал, и затем, ну типа, все. И вот все очень сильно восхищаются, что как человек, значит, там же его ждет большой зал, он их не подставил, он вышел, отработал, а потом условно вышел за кулисы и умер. И такие, кстати, тоже случаи бывают, когда что-то с человеком очень плохое, он выходит, работает, а потом выходит за кулисы, у него там останавливается сердце условно или там скоро его забирают. Но вот эта история мне как раз сейчас гораздо менее близка, потому что мы как будто бы являемся жертвами во имя нету ничего, во имя чего мы можем являться жертвами. У нас нету ничего дороже нас, понимаете? И именно за счет того, что мы не позволяем себе быть и чувствовать в этот момент, не позволяем себе разбирать себя, не позволяем себе задавать вопросы, что для меня важно, чего я хочу, все время временем себе. Люди живут, большинство из нас живут в закрытом коконе, где ничего нельзя, мы все себе запрещаем. Мы слушаем все время людей, которые, даже не то чтобы людей, какие-то правила, какие-то общественные нормы, выведенные каким-то обществом, которые рассказывают нам, что есть хорошо, а что есть плохо. Вот сказали, например, носить маску – это хорошо. Куча людей, врачей говорят, нельзя носить маску, мы себя сами убиваем, нам нужно дышать воздухом нормальным там и так далее. Но такие на всякий случай будем носить. Еще и штраф за это поставили, а если штраф, то, конечно, будем все ходить в маске. Сказали, например, что если ты вышла замуж, там есть в некоторых религиях вообще, что женщина не имеет права голоса, и если ты вышла замуж, то ты должна с ним жить. Очень многие даже сейчас люди мне пишут, что вот я не люблю своего мужа, мне с ним плохо, но я же понимаю, что с ним должна прожить всю жизнь. И мама говорит, что я должна слушать своего мужа. Говорит, сколько лет? Говорит, там, 38. Почему? Ну, как? А что же общество скажет, особенно если это маленькие города, то там вообще? Скажите мне, пожалуйста, какое общество, какие люди вам могут вообще рассказать, как жить? Ну, скажите мне, пожалуйста, почему вы себе все запрещаете вообще? Вы запретили себе мечтать, вы запретили себе делать то, что вы хотите, вы разрешили вашим родителям, мужикам, бабам решать, кем вам работать, чем вам заниматься, как вам одеваться, как вам выглядит. Часто мужчины, вот у меня есть знакомые девочки, которые рассказывают, что мужчина ей говорит там, ты там должна себе накачать губы, или ты должна поправиться, или ты должна похудеть, мне твои сиськи нравятся, мне нравится, вы же охуели вообще все ребята. Я когда слушаю это, у меня просто вылазят глаза, я вообще не отношусь к людям, которым можно что-то навязать. Я не понимаю, и с детства не понимала, почему я должна кого-то слушать, какие-то нормы, которые кто-то придумал, с какого перепугу я буду жить с мужчиной, которого я терпеть не могу, с которым я не хочу жить. Почему? Потому что я вышла за него замуж, так я еще 300 раз могу выйти замуж. Кто вам сказал, что этого нельзя? Кто вам сказал, что вы не можете сменить работу? Кто вам сказал, что что-то запрещено? Откуда у вас такая яркая уверенность, что в 40 лет ваша жизнь закончилась? Многие мне пишут, у меня уже 40 лет, и что? И что, что тебе 40 лет? Ну, а кому-то 70, а кому-то 100, а кому-то 10, какая разница, сколько лет? Помните такие писанные законы? Ты должен слушать старших. С какого хера я должна слушать старших? Спрашивала я в детстве. С какого? Только потому, что они старше, а если они тупые? Я вот такие вопросы задавала в 12 лет, а если он тупой человек, что же я его слушать буду? Может, он сидел всю свою жизнь, блин, и срал в дырку, потому что он даже на унитаз не заработал. Что же я его слушать-то должна? Почему я должна слушать старшего? Просто потому, что он маразматик. Почему? Уважать его за что? Я уважаю свою 6-летнюю дочь, знаю за что, потому что она эбашит каждый день. Я уважаю свою 9-летнюю дочь, тоже знаю за что. А этого человека за что? Покажи мне. Уважать тебя по определению, потому что ты человек, окей, я тебя уважаю, но и все. И все. И вот понимаете, история про вот эти запреты, которые вы постоянно себе делаете, запрещено возрастом, национальностью, полом. Мой муж не хочет, чтобы я работала. Ты хочешь работать? Хочу. Так пошли его в жопу. Как послать его в жопу? Ну как? Прямо скажи, иди в жопу. Понимаете, у нас вот эта вся нравственность, эти все красивые слова в итоге превращают нас в рабов, в абсолютных рабов. По телеку программируют постоянно. Я уже так телевизор 300 лет не смотрю. Ну стоит мне почитать, зайти в фейсбуку, боже упаси меня, это же просто мрачная история. Ну люди, ну вы что? Ну чем вы живете? И каждый старается пострадать, пожаловаться, рассказать, как с мужиками тяжело. Так а как может быть легко, если вы сами себя сажаете в клетку? Ведь ваше нытье – это тоже клетка. Ваша позиция жертвы – это ваша клетка, где вы себя хлещете и при этом, простите, не оргазмируете. Это не та история, при которой вы получаете какое-то истинное удовольствие. Люди получают удовольствие от страданий, но это мне непонятно. рассказывая о том, как им сложно, как оно то, как оно это, зачем? Зачем вы это делаете? Вот скажите мне, кто вам создал эти клетки? Вы сами позволяете другим людям это с собой делать. Вы сегодня можете поменять вообще все, вас никто не держит. Когда люди говорят, я не могу позволить себе там что-то, так иди зарабатывай деньги, научись зарабатывать. Ваш мозг и есть ваша тюрьма. Количество, масштаб точнее, ваших мыслей и объясняет масштаб вашей жизни, является прямо пропорциональным. Когда ваши мысли мелкие, ваша жизнь тоже мелкая. Когда вы не позволяете себе шагнуть дальше какой-то суммы денег, ну вот вы не верите в то, что вы можете, вот вы ничего не делаете для этого, вы не развиваетесь, вы не можете. Вы и не можете. Многие говорят, что страх мешает. Естественно, а страх от чего? От бездействия. Я спрашиваю все время свою дочь, у меня две дочери спортсменки, я спрашиваю свою старшую дочь, которая занимается художественной гимнастикой. Кажется, очень красивый вид спорта. Но, например, один из видов, с которым она работает, предмет, это булава. Попробуйте взять гимнастическую булаву и залупить ее под потолок. Споймать ее, не споймать. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы споймать булаву? Нужно 150 раз ее не поймать, может быть, 150 тысяч раз. У меня ребенок приходил с носом, с кровоподтеками, с разбитыми губами, с синяками, бланжами. Они иногда бывает поднимают, а им в голову или в глаз летит булава. Я спрашиваю, как ты не боишься? Я один раз бросила обруч и сломала нос себе. Носом словила. Ее обруч так, чуть-чуть подбросила. Я спрашиваю, как ты не боишься? Она говорит, но я постоянно это делаю. Привыкла? Делаю это постоянно. Для того, чтобы страх ушел, нужно это постоянно делать. Страх пробивается через действие. Действие – лучшее лекарство от страха. Если вы это будете делать регулярно, то у вас получится. Знаете, из самых остроумных вопросов, Ольга, как вы так водите классно машину? Я вот боюсь, как мне научиться? Вы знаете, я первые разы, когда вставала из-за руля, это было уже лет 13 или 14 лет назад, простите, я шевабосценно вставала. Ну, клянусь вам. Я вставала, мне тупо по ногам текло. По ногам, по вот этим вот всем подмышкам, по спине, по всем. У меня выжимать можно было, как апельсинчик, но ничего, поездила, мокренькая, ничего, потом подсохло, нормально. Вы как думаете в жизни быть? Я все время говорю, почему вы не боитесь смотреть своим детям в глаза, когда вы не можете им ни хера купить? Чего вы не боитесь этого? Почему вы не боитесь то, что вы живете в конуре, от которой вы, и от мужика, от которого вы никогда не сможете уйти, принять решение, вообще полюбить его не сможете? Вы его ненавидите за то, что живете в конуре, а уйти вам некуда? Почему вы этого не боитесь? Ну жестенько, ну жестенько, ну правдивенько. Вот пишет, я ненавижу своего мужчину, привали от него. Ну как же, он же не игрушка, чтобы я от него ушла. Я это называю мозгоебством. Я всегда говорю, работайте над собой так, чтобы вы имели возможность по всем пунктам принимать решение, какой жизнью вам жить. А вам нравится вот себя вот таким образом забивать. Ну и так далее. И мы оправдываем страх. Вы думаете, что страх только вот у вас есть, и ни у кого его больше не было? Тут важно всегда ставить на весы и определять для себя, я чего больше хочу. Я хочу больше той жизни. А знаете, почему вы не делаете это? Потому что вы ни черта не хотите. Вы даже запретили себе желать и хотеть. Вы настолько опалоумели от телевизора и от той жизни, от того окружения, в котором вы находитесь, что вы ничего не хотите. Людям, когда начинаешь что-то объяснять, людям так сильно остановиться от этого стрёмно. Ну как же так? Ну как же так? Ну так хорошо быть неудачником, так хорошо быть бедным, так хорошо жаловаться, так хорошо быть жертвой, так хорошо во всех этих страданиях, и всегда есть чем заняться, и вообще классно. А тут чего-нибудь, куда-нибудь, ну не, это всё такое дело. Сложненькое. По-другому не бывает. Так вот, вот эта тюрьма, в которой вы себя запираете, эти запреты, которые вы постоянно себе делаете, вы сами же себя и ограничиваете в жизни. Понимаете? В чём вопрос? Вы сами себе выставляете все эти жизненные ограничения и на деньги, и на отношения, и на ваш дом, и на всё-всё-всё. Это ваша личная тюрьма. А знаете, что интересным является? Вот в прошлом эфире, да, мы начали, затронули тему про любовников, и прямо я поняла, что у всех женщин или мозг недотрахан, или, простите, девочки, другое место. потому что тема любовников всех оживила. Давайте разберём, что тема любовников так оживляет. Давайте подумаем. Первое, я думаю, что большинство женщин живут с мужчинами, которых они терпеть не могут. Иначе бы о любовниках так сильно не фантазировали. Ну, это такая правда. Второе, это женщины, которые, скорее всего, в сексуальном плане, не только в контексте физиологии, но и в контексте мозга не удовлетворены. Не хватает романтики, страсти, ещё чего-то, потому что тяжёлый быт, потому что нужно считать бабло, потому что нужно всё время пилить, потому что нужно всё время жить этой жизнью, и страшно, что такая жизнь будет продолжаться всегда. История про любовника, это история про отсутствие обязательств в контексте сплошного удовольствия. С ним не нужно думать о том, как квартиру покупать, кто детей будет везти в школу, там, и так далее. С ним можно как бы понаслаждаться и получить нечто детское, потому что с любовниками, скорее всего, у нас связаны какие-то детские эмоции и переживания, беззаботного, чего-то такого. И огромное количество женщин, если не все, мечтают о любовнике, которые живут в браке. Ну, наверное, не все, но какой-то процент большой. Особенно, если этот брак такой хромающий, без романтики, цветов, денег и прочих вещей, потому что, как ни крути, деньги на отношения очень сильно влияют. И женщине очень хочется вырваться из этого всего ада, в котором она находится, и хотя бы чуток, беззаботно попрыгать, посмеяться, похохотать, покружиться на ручках и понюхать цветочки, и покушать мороженое под забором, как даже если он очень бедный и несчастный, но тебе же с ним не жизнь, нужно жить. Но женщины не разрешают себе об этом думать. Ну, почему? Потому что это же нравственные нормы, ну, как это, я же мать, я же жена, ну, это же страшно, если он узнает, ну, он узнает, я с ним жить не хочу, но все равно страшно, мне же некуда идти жить. У женщины очень большое количество страхов, скорее всего, я сейчас предполагаю. Но удивительным образом является другое, почему я сказала в прошлом эфире о том, что женщинам нужно разрешить любовников, что женщинам нужны любовники. Потому что у половины, если бы вы разрешили себе любовника, вот половина женщин, которая бы сказала, да все, да все нахуй пошло, я хочу любовника. И вы бы, может, даже от мужа получили бы официальное разрешение такое с подписью, да, ты можешь по четвергам ходить к любовнику или там, когда захочешь. Удивительно то, что половина бы женщин, сказала бы, получив такую возможность, не пошла бы ни к кому. Знаете, поняла бы, что, имея такую возможность, если можно, то не очень-то и интересно. А зачем? Так у меня вроде муж неплохой, может, с тобой давай, какой-нибудь романтик. Удивительно то, что история про запретный плод действительно очень мощная. Очень мощная. Вы знаете, я могу сказать из личного опыта, что когда-то в моей жизни были интересные, интересное общение на эту тему с моим партнером. И когда я сказала своему партнеру, что, ты знаешь, я дозрела и созрела до того, чтобы разрешить тебе получить то, что ты хочешь. Ну, то есть, я реально созрела, мне только не надо, мне вот это подробности, как вы там друг друга трахали, имели, вот упаси, не надо. Вот мне вот как-нибудь без этого, пожалуйста. Я столкнулась с совершенно другой реакцией. И я вам скажу больше, что сейчас, находясь в своих отношениях, я абсолютно трезво своему мужчине разрешаю. Разрешаю. Вот абсолютно я вам сейчас об этом говорю спокойно, что если у него появится желание воплотить нечто, чего я не хочу, потому что я уже доросла до того возраста, чтобы понимать, чего я хочу, а чего я не хочу. Я готова что-то делать для своего партнера, например, вообще о жизни, я сейчас не только в контексте секса, а вообще в контексте всего, то, что для него важно. Но тем не менее, если что-то для меня неприятное или неприемлемое, я не буду этого делать. Но я уже доросла до этого своего состояния внутреннего, когда я могу спокойно говорить партнеру «нет». Нет. Но, когда мы говорим своему партнеру «нет», мы должны понимать, что мы должны оставить ему право решить, что делать ему с его желанием. Потому что, если мы говорим ему «нет», в чем бы то ни было, мы не готовы ему это дать, а он в этом нуждается, он остается жертвой, он чувствует себя жертвой, потому что он не получает желаемого, а вынужден делать то, что желаете вы. Мы делаем его жертвой. Но когда мы разрешаем своему партнеру право выбора и говорим ему о том, что «я тебе этого дать не могу, но если тебе это нужно, возьми это, пожалуйста». Где-то. Это по-честному. Мы почему всегда страдаем? Мы страдаем, потому что мы не разрешаем себе. Это еще кто-то не разрешает нам, и мы от этого страшно страдаем. «Я же так хочу, так хочу, а мне не разрешают». И мы что начинаем делать? Уповаться этим. Мы начинаем во всем этом. Разрешите себе. Ну вот скажите себе, например, я сейчас и к мужчинам, и к женщинам. Не у половинки свое разрешение. Себе скажите, но если мне хочется чего-то, неважно, это касается сексуальных отношений, чего бы то ни было, работы, смены, не знаю, купить себе мотоцикл, это тоже темка. Сделать себе сиськи, потолстеть, похудеть, стать блондинкой, брюнеткой, неважно. Вот если я так хочу, или мужчина говорит, да я заебался бегать по вечерам, чтобы быть для тебя худым, мне хочется ходить с животом. Вот разрешите это себе, и вы увидите два момента. Интересно. Вообще, понаблюдайте, что будет происходить с вами. Очень часто, когда мы снимаем с себя вот эту вот тюрьму внутреннюю, и говорим, окей, я могу, у нас происходит переоценка ценностей, но бывает и такое, когда мы понимаем, что именно это нам и нужно было, и что поход к любовнику открывает нам ту дверь, которую мы так боялись, открывает нам дверь того, что эти отношения рядом со мной давно себя изжили, что я просто этих отношений не хочу. И может, я не любовника этого хочу, но я понимаю, как я себя хочу чувствовать рядом с человеком, как я могу себя чувствовать, как могут относиться ко мне и в чем я живу сейчас. иногда свежачок дает нам возможность напомнить либо то, куда мы хотим пойти, либо то, как хорошо у нас. И это касается не только, сейчас хочу повториться, не только каких-то любовных отношений, просто эта тема настолько мне в директ вы все валите, мне как-то не очень, ну, прилично, наверное, даже как замужние девушки обсуждают подобные темы, но я благодарна своему мужу, который сам любит слушать мои размышления на эту тему, и я могу себе позволить поговорить и предположить какие-то вещи. Вот и ответ, мужики, разрешайте своим женам-любовникам. я бы сказала так, а почему мужчина должен мне разрешать? То есть, если я принимаю решение, это не решение моего мужчины, или это не решение женщины, просто, например, если мужчина активно, ну, извините, трахает мне мозг на какую-то тему, которую я не приемлю, я могу ему сказать, и он себя чувствует жертвой, он мне трахает мозг, потому что он себя чувствует жертвой, мол, ты мне не даешь, тогда я ему говорю, я тебе разрешаю, успокойся, но это не обязательно так, может быть такое, что, например, давайте, чтобы я не за мужчину говорила, а за женщину, я чувствую, что я в чем-то нуждаюсь, и мне не надо спрашивать разрешение мужчины, я считаю, это бредово, дорогой, ты не против, но это какое-то, знаете, совсем, я хочу сама для себя понять, зачем, вот люди, которые очень много о чем-то говорят вслух, это, как правило, пиздоболы, знаете, вот он все время тебя достает и достает, и достает, дорогой, я себе возьму любовника, если ты так будешь себя вести, зачем вы об этом говорите, если вам и вправду что-то нужно, ну, пойдите, попробуйте, зачем вам сразу же здесь все рушить, попробуйте, может вы сделаете два шага и скажете, да ну нафиг, это вообще не то, что мне нужно, это может укрепить ваши отношения, а может быть наоборот, вы пойдете куда-то и скажете, блин, так я себя по-другому ощущаю, я здесь давно не счастлив, такое тоже может быть, мы все время, я же вам говорю, мы все время любим вот это вот, если к теме нашей вернуться, как насладиться страданиями, то нам обязательно, если у меня в голове каша, мне обязательно нужно нагрузить этой кашей своего партнера, мне обязательно нужно в свои проблемы его погрузить, сказать, вот ты, мне кажется, что ты мне не подходишь, решите этот вопрос сами, подходит он вам или не подходит, хорошо вам с ним в сексе, в жизни, где-нибудь еще или нехорошо, зачем вы партнера грузите, я никогда вот этого не понимала, когда один другого партнера начинает, извините, ебать морально, зачем, это твоя проблема, будьте достаточно взрослым, для того, чтобы решить этот вопрос, и будь вы мужчина или женщина самостоятельно, что вам надо, нужен вам флирт, может быть вам, я не знаю, нужно, извините, быть раз в году высеченным, но может у вас есть какие-то сексуальные страшные фантазии, ну решите этот вопрос, ну пойдите его, тихо решите и живите дальше, спокойно, у людей вот это есть обязательно какая-то движуха такая, или вот женщина, например, она хочет там получить какое-то образование, давайте от темы секса уйдем, она хочет получить образование, а он ей не разрешает, ну и что, ну вот смотрите, я, например, хочу купить условно себе платье, а мой муж против этого, предположим, у нас ограниченный бюджет, общий, семейный, и мы сейчас копим, там, я не знаю, на домик в деревне, а я хочу платье, но я же женщина, я могу придумать варианты, я могу подработать, там, я не знаю, тексты писать, копирайтить месяц, вот, и заработать, я могу продать что-нибудь в доме, то, что он даже не заметит, оно нам уже не нужно, на OLX где-нибудь, то есть, я могу у мамы взять эти деньги, в конце концов, но нет, некоторые женщины разжигают из этого проблему, ты козлина, ты не хочешь купить мне платье, ты, ну, вы шутите сейчас, или что, то есть, мы очень часто, вот, в это страдание превращаем всю свою жизнь, нам нужно обязательно доказать себе, что мы живем с козлом, он козел, нам это надо доказать и нашей маме, и нашим подругам, это вообще для меня очень странная история, потому что, если ты живешь с козлом, значит, ты как минимум коза, ну, это тоже надо осознавать, вот это постоянное вранье и постоянный, это масштаб мыслей, понимаете, если это весь уровень проблем, который вас интересует, если это все, чем вы живете, то мне вас очень жаль, нужно из этого вылазить, нужно приходить ко мне на рерайтер и начинать свои масштабы раздвигать потихоньку, потому что это плохо закончится, когда вы начнете работать со своей головой, со своим сознанием, со своей осознанностью, понимать устройство немножечко мира, когда вы начнете разрешать себе желать и увидеть, что мир на самом деле безграничен, и вы можете выбирать из всех мужиков мира, из всех женщин мира, из всего, когда вот этот процесс запустится, и вы начнете вообще осознавать немножечко реальность и ее фантастические возможности, и вообще то, как устроен этот мир, вам перестанет интересно быть, сражаться вот за вот эти масштабы. Вы поймете, что вам не нужен никто, кто бы вам разрешил жить как-то. Вы сами осознаете, что да я хозяин, в любой момент времени я могу вести себя так, как я захочу, но брать ответственность за это, я могу идти от этой женщины или от этого мужчины, от детей, родить детей, отдать детей, я могу все, что угодно, но я должен понимать уровень ответственности. Не просто кричать, «А, да, я все могу», а понимать, осознавать этот уровень ответственности и понимать, что я к нему готов. И вот когда, это тоже, кстати, вот насладиться, это тоже наслаждение, когда вы начинаете понимать, что вы эволюционируете, вы растете, вы способны на такие темы думать, и вы выходите за рамки обсуждения новостей с друзьями, со знакомыми, и разговорами о том, закончится этот карантин гребаный когда-то или не закончится, вы начинаете по-другому себя ощущать во всем. И вы перестраиваетесь на другие волны. История про деньги, история про развитие, история про правильных людей в окружении, она смещается, она другая становится. До сих пор борешься с мыслом слов «мама, вышла замуж, терпи». Самое плохое в жизни, ну не самое плохое, но одно из дурацких действий, которые мы можем делать, это бороться. Вот вы должны понимать, что бороться – это всегда значит, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Мне очень нравится девиз джиу-джитсу, это такой вид борьбы, поддайся, чтобы победить. Важно понять, что если маме так нравится, это же она просто говорит, зачем вам с этим сражаться. Вы-то взрослый человек, вы вместо того, чтобы принимать осознанные решения, свои собственные, вы сражаетесь с мамой. Это говорит то, что вы ребенок. Я очень люблю и уважаю свою маму, но я даже не подумаю ее слушать, в чем бы то ни было. Я могу послушать то, что она говорит, но решение я всегда буду принимать сама. Я люблю и уважаю своего мужа, и так далее, но нет таких людей, которые примут сегодня решение за меня, что мне делать, в чем мне быть счастливой, чем мне заниматься. Я не пью вино, я пью пепси-колу, друзья, пора уже выучить. То, что я не пью ее с пластиковых бокальчиков, говорит только о том, что я люблю красивые фужеры. Не в тему вопрос, но ваше мнение, есть ли жизнь после смерти. Обсудите это с кем-то другим. Вы знаете, мне совершенно как бы не хочется обсуждать темы темы не в тему. Я не знаю, что вам даст сейчас ответ на этот вопрос. У вас все прекрасно с жизнью, или вы собрались уходить. Вот просто уровень вопроса, знаете, вот попиздеть, это как бы не совсем про меня. Я хочу, чтобы после эфира у вас появлялось какое-то четкое понимание, что делать дальше. А почухать языком, если жизнь после смерти, ну, заплатите мне за сессию 500 баксов, сейчас мы с вами обсудим этот момент, если вам очень интересно. Так, ответственность за своих детей, особенно маленьких. Не совсем поняла, к чему это сейчас, но окей. Так, я в рерайтере, Анита, Оля, очень крутая, честная, я не очень дисциплинированный человек, но темп, который вы задали, заставляет меня не спать час ночи и нырять в свое сознание и подсознание. Аня, это очень замечательно и прекрасно. Я очень уважаю всех своих рерайтерцев, потому что я действительно задаю высокий темп, я действительно человек, который не дает расслабиться, но мне кажется, что вы в жизни все настолько уже на расслаблялись, что пора бы хоть кому-то в этой жизни заставить вас действовать и идти к себе. Тем более, как я уже говорила, это, по-моему, самая увлекательная все, что может быть. Вы знаете, я сейчас нахожусь в таком процессе, ну, уже достаточно длительно, я все время ищу людей, которых, ну, я это называю пищей для мозга. Кого бы интересного послушать, у кого бы интересного поучиться, чему-то разностороннему, всякому, тому, что для меня будет интересно. Вот вы знаете, я, честно говоря, сталкиваюсь постоянно с таким нудячеством, я понимаю, насколько я отличаюсь от других и, возможно, я совершенно неформатная для, не знаю, может быть, я не знаю. Я редко слышу, когда люди позволяют себе разговаривать, так как я и достаточно резкая и так далее, и так далее, вроде бы как на высокие темы. Вот, но мне кажется, что я очень крутой тренер, потому что я пробиваю, знаете, как засоренные унитазы, уж простите наши мозги, я пробиваю от этого всего говна, потому что, когда нас долго гладят, когда нам чинненькими словами, пытаются что-то зануденько объяснить, нас же не пробивает, у нас же мозг уже все, он у нас уже атрофирован в этом плане, он ничего не слышит, он ничего не хочет, у него все та есть оправдания, он все знает. И порой нам нужно взять просто кому-то, нужно взять большую клизму и нагло засунуть ее через рот в анал. Вот я этим и занимаюсь, собственно. И для тех, кому моя методика заходит, очень, мне кажется, прекрасненько работает. Клизмочки я, конечно, выдаю, чтобы вы там сами себе прочищали, но я, в принципе, всегда готова. Говнишко не гнушаюсь, знаете ли, главное, чтобы все работало. Так, попробую сидр в пивных магазинах продается. Я не употребляю алкоголь, мне очень грустно от того, что вопросы такого уровня. Очень, очень, очень. Это и привлекает, это прекрасно. Туго даются другие, которые вроде говорят то же, что и вы, но хрен поймешь. Да, я с вами согласна. Я даже не понимаю, что они говорят то же, что я или нет. Что скажете про заварухи на границе Украины и за мир, хотим ли мы войны? Я скажу это пиздец, то, что вы пишете. Просто. Я после вот этой вот замечательного вашего сообщения, уж простите, хочу просто пожалеть, что у меня здесь не вино в данный момент. Вы знаете, я не знаю ни про какие заварухи, не знаю ни про какую войну, и, наверное, я в этом счастливый человек. Война не мой метод, никогда им не был. Я все-таки по лечению мозгов надеюсь, что дойду и до других. Удивительно, что вы сидите у меня в эфире. Вы или бот, или дурак. Уж простите за правду, но кто-то вам должен ее сказать. За кем интересных и успешных людей вы наблюдаете? Да я ни за кем вообще не наблюдаю. Во-первых, мне некогда, потому что у меня яркая и насыщенная жизнь. Во-вторых, что значит наблюдаю? У меня есть какое-то количество френдов в ленте, есть какие-то мои друзья, и, в принципе, у меня нет потребности наблюдать за чужими жизнями. У меня есть потребность создавать свою жизнь и работать с людьми, которые ко мне приходят. Мне кажется, что мы наблюдаем за чужими жизнями тогда, когда наша нам становится слишком скучно и слишком пресно. Это точно не про меня, потому что у меня есть два прекрасных ребенка, развитием которых активно занимаюсь. У меня есть замечательный муж, у меня есть друзья, у меня есть несколько сотен человек в чатах, с которыми я живу. Есть мое любимое дело, мои цели и моя миссия. Зачем мне наблюдать за успешными людьми? Пусть их будет как можно больше. Так, у вас всегда классная метафора. Спасибо. Вы знаете, я думаю, что это мой природный дар. Как вы пришли к своему роду деятельности? Методам роста, развития, проб, ошибок, разным. Вот вы можете послушать мою книгу «Зажигалка», вы можете послушать мою книгу «Почему ваши желания не исполняются». Я рассказываю там о своей истории. Вы, если хотите получить книгу и у вас ее нету, вы можете это сделать бесплатно, там даже аудиоверсия есть двух книг и бесплатного тренинга. Вам надо написать ко мне в директ «Хочу книгу». Больше ничего не пишите. Бот вам пришлет ссылку и вы, в общем-то, все получите. Давайте получим, чтобы не было дураков. Не, вас никто не получит. Давайте мы вас заблокируем и вы просто пойдете отсюда. Люди всегда пытаются привлечь к себе внимание собственно никчемностью. Вы знаете, вот некоторые приходят и вот этого говна так много, война, там еще что-то. Я считаю, что общаясь с дураком или пытаясь перед дураком оправдаться, ты как бы становишься таким же дураком. Поэтому я баню таких людей и вы знаете, часто говорят, вот что делать, если там есть люди, которым я не нравлюсь, удалять их. Ну как же я им должен доказать, доказывая что-то дураку, вы становитесь дураком. И прямой эфир или моя страница в соцсетях это мой дом. Говорят, вас покупают, это ваша продающаяся страница, это мой дом. Меня покупают, потому что я очень классная и потому что я приношу пользу. Я не человек, который втюхивает. Я продаюсь, потому что я действительно очень делаю крутой продукт. Это правда. И стыдиться этого, и типа говорить нет, типа полюбить нет. Я правда, я очень классная, уникальная в своем роде. Я делаю то, что действительно помогает людям. и я создаю для вас гостевую комнату и возможность пощупать, потрогать, получить бесплатно, очень многое. Но приходите, типа плевать ко мне, там, харкаться, ну, это типа не мой формат, сори. Кто вы по специальности? Я скажу вам так, мое образование творческое не имеет отношения совершенно к роду моей деятельности. Наверное, я по призванию тот человек, которым я являюсь. Это скорее всего так. Я считаю себя по призванию проводником. Это любым видом деятельности, которым я занималась, в общем-то, так у меня это работало. Я из тех людей, которые к образованию относятся с большой улыбкой, считаю, что это корочка и ничего больше. Вы знаете, сейчас интересовалась коучами, сейчас очень популярная профессия коуч. Вот, ты там коучишь по разным темам. И важно быть очень сертифицированным коучем. И я зашла в несколько бесплатных занятий посмотреть, как проходят такие, как учат таких коучей. Я вот смотрела людей, которые учатся, и подумала, не дай бог к такому коучу попасть. Я считаю, что человек должен заниматься своим призванием находить себя, а не получать корочки. Я очень аккуратно отношусь к людям с корочками. Вот. Кстати, на эту тему в том числе у меня будет 28 апреля мастер-класс, который называется «Создатель». Мы как раз будем обсуждать там, глубоко копать тему того, каким образом сегодня современный человек может себя найти и запустить. Не по принципу «учись в школе хорошо, потом в институте хорошо, а потом пытайся найти где-то работу, а потом пойми, что ты ничего не знаешь и не умеешь». И только что убил своего ребенка, не своего ребенка, а как бы возможности развития своего ребенка, потому что заставил его точно так же безбожно учиться в садике, в школе, и вырастил его до 25 лет, а потом понял, что ребенок вообще потерян, и он уже не ребенок, и он не знает, чем заняться. А каким образом запускаться со старта своей жизни, каким образом помогать своему ребенку с рождения понимать, кто он есть, и уже в 15-16 лет помогать ему быть полностью осознанным и готовым к делу своей жизни. Каким образом помочь себе, если тебе уже не 15, если ты уже просрал огромное количество времени, как тебе понять, кто ты есть и как тебе сегодня в современном мире найти себя не на объявлениях в работе рассылая резюме, а понять, кем ты являешься и запустить себя сегодня. Вот у меня будет такой классный мастер-класс, он платный, его стоимость аж 5 долларов, его можно приобрести по ссылке у меня в профиле. Если не найдете ссылку, смотрите эфир, можете написать мне в директоре «Дай ссылку на создателя», и я вам обязательно пришлю. Ваш ментор, у кого вы учились, был иностранцем, я ни у кого не училась. Это всегда для всех удивительно, но придется с этим смириться. Я ни у кого не училась, я очень этим горжусь, потому что я обучалась, безусловно, в разных программах каких-то, я изучала и изучаю квантовую физику, и людей, которыми этим занимаются, я изучаю различных интересных людей, которые связаны с моментами изучения человеческого мозга и так далее, и так далее, но в контексте мне очень сильно повезло, потому что в контексте того, чем я занимаюсь, я и правда талантлива. Вот, у меня открываются откуда-то свои порталы, вот, так что придется с этим смириться, и мне, и вам. Оля, я вас уважаю, что вы говорите правду, я лично убежденный и трезвенник, и вас уважаю, а вам не надоело сидеть и писать вот эту вот историю? Ну, вы как бы пытаетесь, вы сейчас продаете человека какого-то, который лечит от алкоголизма, вы знаете, это всегда очень такой, я вам скажу, как предприниматель, я же еще очень хороший бизнесмен, очень всегда унизительный вид маркетинга, когда люди пытаются там в ссылке где-то кого-то написать, или 25 раз нативно, нативно надо начать с я вас уважаю и потом написать что-то рекламу. Мне вас так жалко, ребята, работать надо так, чтобы к вам выстраивалась очередь, нужно собирать свою аудиторию, быть интересным для того, чтобы люди сами хотели к вам приходить, потому что вот эти вот все мелкие рекламные штуки очень унизительный момент. Итак, я благодарю всех за то, что вы пришли на эфир, я надеюсь, что вам сегодня было интересно, я напоминаю, что 28-го апреля я вас приглашаю на мастер-класс «Создатель», а также 1-го мая стартует новый поток моего марафона «Рерайтер жизни», цель которого, собственно, и помочь вам найти себя, создать свою жизнь и разобраться с тем, каким образом устроена наша реальность и как наши мысли, наше сознание воздействуют на это и создают ту реальность, с которой мы оказываемся, разобраться с тем, почему сегодня в вашей жизни все есть так, как есть и как это можно изменить. Для этого необходимы будут тренировки, для этого необходимы будут специальные ментальные практики, но это все, с чем можно и нужно работать, и поверьте, со мной это максимально просто и легко. Ссылка на мои марафоны есть у меня в профиле, вы можете перейти и все о том прочитать и увидеть. Если у вас есть вопросы, вы можете написать в директ, и я вас, как всегда, попрошу после эфира написать несколько слов о том, понравился ли вам этот эфир, как вы считаете, нужно его кому-то смотреть или не нужно, ну, можете поделиться чем угодно. Всем большое-большое спасибо, сейчас публикую эфир и очень попрошу вас не забыть написать несколько слов. Всем пока!